22-й дом по улице Шоссейная, что в деревне Трошково, построили Морозовый Степан Андреевич и его супруга Клавдия Петровна. Фамилия Морозовых в Трошкове известная, наряду с другими фамилиями, в чьих домах было гончарное производство. И раньше были семьи большие, и родственники на своем участке, организовав гончарное производство, своими силами производили продукцию. Это крынки, горшки, игрушки. Вывозили на лошадях, которые тоже были в приусадебном хозяйстве в Москву, и продавали эти изделия. Поэтому, конечно, такие люди жили зажиточно. И после Велико-Октябрьской социалистической революции настало время коллективизации. И тогда семьи, которые жили богато, их называли кулаками, они были раскулачены. Такая беда постигла семью Морозовых. И нашего героя, участника Великой Отечественной войны, отец был раскулачен, находился в Московской области на работах принудительных в Лихоборах в течение 10 лет. В семье Морозовых было трое детей. Старший сын Анатолий Степанович был призван на фронт 18 ноября 1943 года. Был телефонистом, служил в звании рядового, прошел Венгрию, Румынию, Чехословакию, а затем был направлен на Сахалин. Еще ему не было 18 лет. Он написал это заявление, чтобы пойти добровольцам. Конечно, не отправили, а отправили в учебную часть какую-то. Он сначала учился год в учебной части. Где эта часть? Я тоже. Вот так он говорил. Потом уже призвали на фронт. Но все равно, поскольку они были молоденькие совсем, ребят, чего, 17 лет он написал, 18 попал, значит, в армию. И он попал в действующую армию. Демобилизовали Анатолия Степановича в сентябре 1950 года. И присмотрел он в соседней деревне невесту Лидию. Она пешком ходила в Новохаритон, в техникум. И, ну, естественно, мимо дома. И приглянулась отцу. Пожалел что-то ее, говорит, ходит каждый день. Ботинки детей много, ботинки раздолбанные. Я, говорит, ее пожалел. Вот и женился на ней. После военные годы Анатолий Степанович работал трактористом на предприятиях «Гжели». А детям и внукам вы рассказываете про своего отца? Конечно, рассказываю. Рассказываю. Но они... Никто не застал его. Один только старший. Ему сейчас 27 лет. Ему было... Когда я его сюда привезла, но мне волей судеб пришлось его самой воспитывать. Он маленький был. Год 7 месяцев. Конечно, он, наверное, не помнит его. А рассказывает и рассказывала. А по характеру какой был ваш папа? Мой папа по характеру... Строгий. Раз на раз не приходилось. Вообще он очень добрый. И самое главное, он, я вот, трудолюбивее человека не встречал в своей жизни. Анатолий Степанович Морозов награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Очень любил читать книги про маршалов. А главным праздником считал День Победы. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести».